Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Самара Гиз на часах 18.15. С вами Юлия Черняева и ваше любимое игровое шоу «Я знаю». Шоу, в котором каждый из вас найдет для себя что-то полезное и приятное. Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина такого отношения Нобеля к математике неизвестна, но есть несколько предположений. Например, историки говорят, что на тот момент уже существовала премия по математике, но от шведского короля. Другое мнение такое. Нобель считал, что математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. Вот такой научный факт. Кстати, сегодня отмечается Всероссийский день науки. Именно в этот день была основана Академия наук по указу Петра Великого. Какие вопросы, подарки и прочие приятности я заготовила вам и нашим сегодняшним игрокам, узнаем уже совсем скоро. Телефон прямого эфира 202-11-22. Мы начинаем. Еще немножко о науке. Сегодня весь мир отмечает день рождения выдающегося химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Широко, кстати, распространена легенда о том, что мысль о периодической таблице химических элементов пришла к Менделееву во сне. Однажды его спросили, так ли это? На что ученый ответил, я над ней, может быть, 20 лет думал. А вы думаете, сидел, лежал и вдруг готово. Так мы и не знаем, вот до конца во сне или наяву придумал свою таблицу Менделеев. Ну, у нас будет 30 минут и 20 лет на то, чтобы не только подумать, но и правильно ответить, получить призы и почувствовать себя настоящими героями. Конечно, я говорю о сегодняшних наших участницах. Знакомьтесь, Екатерина и Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Такой странный, наверное, вопрос. Как вы отмечаете сегодня день российской науки? Ирина. Отметить весело, да? Провести время с пользой. Катя, как день науки у вас сегодня прошел? День науки прошел сегодня очень напряженно, с самого утра, и вот поэтому мы с Ирой решили вечером все свои знания показать. Показать. Ну, а вот в каких, так сказать, научных областях, можно сказать, что вы блистаете прям невероятно? Ну, я сейчас учусь на третье образование экономическое, гуманитарное и техническое у меня уже есть. Ого, вот это практически у нас тут кандидат наук. Ну, пока не кандидат, но стремлюсь к этому. Это хорошо. Ирина, а вот в какой области прям специалист? Ну, в прошлом году я загончила институт по специальности государственного муниципального управления, но, скорее всего, в этой сфере я работать не буду, я пока себя ищу, чем бы мне было интересно заняться. Ну, а чем интересно? Немножко о себе, если так вот рассказать. Что любишь, чем развлекаешься? Мы с Катериной очень любим играть в разные активные игры. Мы кандидаты наук игры Activity. Да. У нас никто не может переграть. Мы очень сильная команда. Крокодил. Правда, обычно мы играем в одной команде, а не против друг друга. Да. Но сегодня вам предстоит, извините, немножко. Ну, а вот все-таки тогда вопрос Катерине. Немножечко прям о себе пару слов. Какие увлечения есть? Может быть, любимые дела? Увлечения. Я люблю играть на гитаре. Так. Но играю я исключительно для себя и для своих друзей. Так что публику я не мучаю. Без гитары сегодня послать мне сегодня, Катя, да. Мы любим ходить к своим друзьям, к знакомым, проводить активное время, любим путешествовать, пеший туризм, на машине по России, рыбалка, охота с некоторых пор. Так что, в основном, активные такие виды деятельности нас привлекают. Кто сегодня, милые девушки, за вас болеет? Ира. Муж. Так. Как ты думаешь, муж будет доволен результатами людей? Пусть так попробует быть недоволен. Конечно, будет. Катерина, кто болеет сегодня за вас? Пол Самары и часть Москвы. Ух ты, отлично. Тогда можно передать всем привет. Всем привет. И в Москву, и в Самару, и в другие города России. И страны. Я тогда передаю привет остальной части Самары, которая Катя не передала, привет. Но тем не менее, как вы думаете, кто сегодня у нас окажется доктором наук в программе «Я знаю». Как вы думаете, три образования против одного? Я думаю, что игра, она всегда непредсказуема. И она покажет. Ну что, предлагаю тогда начинать первый тур. Друзья, присоединяйтесь. Правила первого тура просты. Есть шесть тем. Каждая из вас выбирает себе какую-то одну, близкую себе по духу, по знаниям, по образованию. Ну, по каким-то другим причинам тему. Каждой теме десять вопросов, и мы так неспешно на них отвечаем. Какие-то вопросы вызовут у вас улыбку, и вы на них ответите сразу же. Какие-то вопросы заставят, ну, немножко, наверное, подумать. И даже, допустим, какая-нибудь тема «Угадай мультик», которая была у нас в прошлой программе, взрослых людей заставила как-то так почувствовать себя не очень-то знатоками и покраснеть. Я называю темы сегодняшнего эфира «Загадки». «Загадки», казалось бы, детские, но они такие, с подвохом. Есть тема «Музыкальные инструменты». Катерина, если играешь на гитаре, может быть, и другие инструменты тебе покажутся. Могу знать еще раз. Ира, любишь ли ты шоколад? Обожаю. Ну, вот есть тема про шоколад, и называется она «Шокомания». Крылатые фразы из фильмов, из отечественных, из зарубежных, ну, таких, которые всем известны. «Электроника», про компьютеры, про физику, про математику, про что-то, такие вот вещи мы уже сегодня о науках говорим. «Бриллиантовая рука», тема, которая, может быть, как-то почему-то, я не знаю, никак никому не могу подсунуть, но очень веселая и простая. Так начнем, наверное, с того, кто у нас стартует первым. Бросим монетку. А у вас есть с собой монетка? Нет, все отобрали на входе. Ну что, можно «Камень, ножницы, бумага», я не знаю, там. Давай на «Камень, ножницы, бумага», «Раз», подожди, подожди, подожди. Давайте я буду командовать парадом буду, Яна. Давай. «Камень, ножницы, бумага», «Раз», «Два», «Три». Еще раз. Дубль два. «Камень, ножницы, бумага», «Раз», «Два», «Три». Ира, выиграла. Ира, загадки, музыкальные инструменты, шокомания, крылатые фразы, электроника или бриллиантовая рука? Ну давайте крылатые фразы Крылатые фразы из фильмов Такую тему выбирает Ирина Ну что, желаем удачи А что хочется сказать Катерине Загибайте пальцы За неправильные ответы Я читаю Господин назначил меня Любимой женой Белое солнце пустыни Профессор, у него отвалился хвост Собачье сердце Верно И пожалуйста, скажите на кухне Чтобы в мороженое ничего кроме мороженого Не положили, это для Веры Мне стыдно, я не знаю Это, ну, не надо Подсказывать, в общем, Ира Соберись, минус один балл Вот иду я такая красивая по улице А мужики вокруг так и падают И падают, и сами в штабеля укладываются Ой, что знакомое Девчата? Девчата, да Ладно, номер пять вопрос Туфель женский, пожалуйста Размер 42, 43, 45 Джентльмен, удачи Верно Так Женеманш посижу Гиббенземербитетсвайнмарк Подайте бывшему члену Государственной Думы 12 стульев? Конечно Что ж так сразу-то Там такое смущение Огласите весь список, пожалуйста Сейчас, сейчас, сейчас Помню Думай, думай Я не тороплюсь никуда Ну, так вот стоят люди себе Песчаный карьер Два человека Приключения Шурика Я не помню, как имя Ну, да, операции или другие приключения Шурика Ходишь, ходишь в школу А потом бац Вторая смена А я, может, к свету знаний тянусь Большая перемена Верно Ну, и еще парочка вопросов Да нам, царям, молоко нужно выдавать за вредность Иван Васильевич Неприверное Мои родители хотели мальчика А родилась девочка Как назвали? Параюсь Захарова Каюсь, не помню Это «Любовь и голуби» Ой, мой любимый фильм Как же я могла забыть Ну, получается, что у нас два неправильных ответа Из десяти Это хороший результат Одна подсказка То есть, так вот Катя сейчас подмигивает Мне Чтобы, может быть, тебе как-то Ира подмигнула Чтобы Ира тоже может подсказывать Кате в ее теме Кать, ну вот смотри Остались загадки, музыкальные инструменты Шок и мания, электроника и бриллиантовая рука Давайте загадки Загадки? Я всегда люблю загадки Ой, ну сложные Сложные? Да Ну, ладно Любишь трудности Любишь трудности Без подсказки, если эти товарищи не обойтись Катя выбирает у нас тему загадки Торопиться не надо Время у нас не поджимает Поэтому думаем Загадки детские, ну, абсурдные Вот я даже, не знаю Мне кажется, я не смогла сейчас на многие ответить Но все же Белая вата поплыла куда-то Облачка Да У забора я гуляла босиком И ошпарилась зеленым кипятком Ошпарилась зеленым кипятком У забора я гуляла босиком И ошпарилась зеленым кипятком Трава Какая? Зеленая Ну, такое главное слово Ошпарилась Крапива Крапива Ношу на голове поля Но это вовсе не земля Ношу на голове поля Ну, вот представь Что есть у нас с полями? Шляпа Шляпа Жидко А не вода Бело А не снег Самогонка Это вовсе Так, ну, близко Жидко Но не вода Бело А не снег Молоко Молоко, да Ношу их много лет Хотя им счету нет Зубы Волосы Такой вариант Волосы Волосы Ну, зубы-то, конечно С каждым зубом все грустнее, грустнее Становится, когда он выпадает Хоть сама и снег, и лед А уходит, слезы льет Зима Зима Ну, как оказывается, это у нас Загадки-то хорошо идут Без зашибок пока Потому что самогонка Да, круглая, румяная Я расту на ветке Любят меня взрослые и маленькие детки Ямолочком Ух ты, молодец Не портной, а всю жизнь с иголками ходит Ты ежик Ежик Какая милая девочка у нас сегодня С хозяином дружит Дом сторожит Живет под крылечком А хвост колечком Собачка Собачка Ела-ела дуб Дуб Поломала Зуб Зуб Пила Пила Мы делаем ремонт Так что я знаю, что это про инструменты Слушайте, ну все У меня закончились вопросы И получается, что Загадки принесли 10 баллов Из 10 возможных Катерине В этом туре И таким образом У нас получается Что Катя у нас проходит Во второй тур А Ира Остается Здесь Но Не с пустыми руками Ирина у нас отправляется На французский балет Который состоится В филармонии 20 февраля В 19.00 Я не знаю с кем Ходит с мужем С подругой Или сама на двух креслах Будет сидеть Так сказать Ну не знаю Хорошее времяпровождение Скажите мне Девушки Что было Может быть Самое трудное для вас И вообще Трудно ли Нет Было очень весело Спасибо Ирина Не расстроилась? Нет Нет Французский балет Это очень хорошо Очень хорошо Ну что Тогда с вами Друзья мои И с Катериной Мы встречаемся Уже во втором туре Где для вас Будет задан вопрос И вы тоже можете Попасть Кстати На французский балет Удивительный Современный Французский балет 20 февраля Филармония Не переключайтесь Любимый цвет Ну наверное Яркий Такой Зеленый Ну не знаю Что-то сочное Такое Жизнерадостное Мой любимый цвет Лиловый Да Такой лавандовый Спокойный цвет Он очень расслабляет И в нем я Вдохновляюсь На какие-то новые Свои картины У меня даже Комната лиловая Это зависит от настроения Какое настроение Такой цвет Мне будет нравиться Когда хорошее Какое нравится Когда хорошее Я люблю светлые тона Когда естественно Плохое Значит темные Да Все цвета радуги Самый мой любимый цвет Какой-то такой Ну зеленый Потому что он может быть И такой активно зеленый А может быть Он такой вот Нежно зеленый Там вот Зеленое яблоко Да например И ну не знаю Мне вот В этом плане Мне нравится Такой цвет Весна Любовь Наверное Черный Белый Не знаю Это строгое Всегда Ко всему подойдет Пастельные тона Ну Кремовый Какой-то там Глубой Может быть Такой Не знаю Может быть Больше подходит К лицу Ну что У нас второй тур И мы к нему Уже приступим Совсем скоро Прежде хочется Сделать Небольшое Объявление В следующий четверг 14 февраля У нас Как вы знаете Отмечается День всех Влюбленных День святого Валентина Так вот 15 февраля Эфир программы Я знаю Будет посвящен Как раз таки Вот темам любви Поцелуем Всяческим приятностям И вы также Друзья мои Можете принять Участие В нашей Телевикторине Ищем парочки Парочка против парочки У нас будет играть Если есть желание То заходите На официальный сайт Телекомпании Самарагис Самарагис.ру Ищите нас Вконтакте Группа Я знаю Или записывайтесь На участие Каждый Будний день С 10 До 6 По телефону 202 11 22 Кстати Совсем скоро Этот самый телефон Пригодится вам Для того Чтобы ответить На вопрос Который Кстати Также немножечко Касается Сегодняшнего праздника Дня российской науки Ну а у нас здесь Во втором туре Екатерина Катерина Ну как ощущение самочувствия Отлично Отличное То есть половина Самары Сейчас держит кулачки Они уже рады Они уже рады Я думаю Что когда Екатерина У нас А я надеюсь Что возьмет У нас главный приз Пойдет с кем-нибудь На Ирину Аллегрову И получит удовольствие Но вопросы сложные Придется попотеть Попыхтеть Тут как бы проще В чем Что есть вариант Ответов Начинаем Начинаем Ну все Поехали Сегодня у нас около Такая научная Тема Поэтому Первый вопрос По физике Практически Положительно Заряженная Частица Атома Представляем Атом себе И оно Заряжено Да Так Позитрон Нейтрон Протон Или Катион Протон Откуда такие знания Физико-математическая школа Вот это я попала Значит Надо было Тут три образования Я даже не знаю С каких сторон А почему не позитрон Ведь положительно Заряженная Потому что протон Протон Так назвали Протон Вот какие неразумные Надо было назвать как-нибудь Ну давайте посмотрим Екатерина так уверенно Заявила, что это протон И мне даже тут Не к чему придраться Смотрим Смотрим Аплодисменты Да Протоны Обладают Положительным Зарядом И почти В 1800 Раз Тяжелее Электрона Ну В общем-то О свойствах протона Я вряд ли буду Сейчас выяснять Хотя Физико-математическая школа Можно Лекции небольшие провести Знаешь ли ты Катерина Что изучает Наука Спелеология Серьезно А я хотел Варианты дать Давайте Варианты Значит Минералы Заболевания Мозга Атмосферу Или пещеры 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 Это прям вот Сто процентов Да Ну в общем Я хочу сейчас Задать вопрос Телезрителям Пока Екатерина думает Может она Передумает Со своим ответом Друзья мои В каком В каком же году По распоряжению Петра Первого Была основана Академия Наук Честь Собственно Которая У нас здесь И происходит Праздник Сегодня День Российской Науки Есть у меня Варианты Ответов Для вас 1779 1778 1761 Или 1724 Звоните 202 11 22 И так сказать Получайте билеты На французский Балет Вопрос Сложный Но если вы знаете Если недалеко Может быть Какие-то Энциклопедии Или интернет О У нас даже есть Уже телефонный звонок Алло Добрый вечер Добрый вечер Как вас зовут? Ольга Ольга Скажите пожалуйста В каких науках Вы сильны? Ольга Математических Математических Ну так скажите пожалуйста Дорогая наша телезрительница В каком же году Была основана Академия наук? Академия наук? Да Ой Я могу повторить Вариант ответов Значит 1724 1761 1778 Или 1779 1724 Откуда Такие знания? Вы знаете Или вы просто Так вот Угадали? Нет Вот знаем Ну действительно Нет Минералы Нет Атмосферу Нет А пещеры? Именно они Это и делают Исследуют пещеры Исследуют пещеры Исследуют пещеры Исследуют пещеры Репа По-украински По-украински Картофель 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 Это символ Исследуют пещеры Ну а мы болеем На закате И желаем ей удачи В суперигре Которой мы вернемся Уже совсем скоро Привет Напоминаю Что теперь Телеканал Самара ГИС Можно смотреть Не только пользователям Персональных компьютеров Но и владельцам Айфонов Айпадов И владельцам Андроидов С помощью специальных Разработанных Бесплатных Приложений Вы сможете смотреть Передачи Телеканала ГИС Самара В реальном времени Оперативно получать Новости еще до выхода В эфир Не только на даче На работе Но и в любой точке Земного шара Для этого Достаточно скачать Своё устройство Будь в теме Будь в тренде Смотри канал В котором живет город Ну что у нас Суперигра Это игровое телешоу Я знаю С вами Юлия Чернеева Напоминаю Что если вы хотите Оказаться на месте Екатерины Быть может вам Кажется Но слишком Сложно ли Вопросы Нет Слишком простые Легкие Вы отгадываете Все прям с первого раза Присылайте свою заявку На участие в программе И следующие К примеру Мы ищем парочки На 15 февраля Следующие призы Которые мы будем дарить С большим удовольствием Достанутся именно вам 202-11-22 Телефон По которому Можно записаться На участие В программе Я знаю Ну а у нас Суперигра Шесть полей Под номерами От одного До шести И нужно будет Сейчас Так сказать Ну не пальцем В небо А используя Женскую логику Какие-то другие Нумерологические Подсказки Свои Которые голова Выдает Мозг Так сказать Все проанализировал Так с какой цифры Мы начнем Четыре Четыре А почему Четыре так сразу Женская логика А и какие-то Есть события Связанные С цифрой Четыре Ну вообще Это считается Положительная Такая цифра Четная Перевернутая чаша Полная Которую Можно наполнить С чем-то хорошим Ну давайте посмотрим Я выбираю Четыре Что у нас Вкрывается За цифрой Четыре Ждем Ждем Товарищи режиссеры Решили Махатовские паузы Нет там ничего Так Сейчас я прицелюсь Пойдем Другим путем Называется Да Ну остались еще Пять ячеек Цифра три Три А с тройкой Какие-то Тоже есть На что Похоже Перевернутая тройка Ну тройка Тоже сейчас Что-нибудь Придумаем Ну что-то у меня Втроем весело Втроем Больше трех Не собираться Говорят Во многих Или больше двух Ну и на троих Можно сообразить Я не хотела Говорить Это я сказала Если что Ну так тройка Да Тройка 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 Четверка Как-то все рядышком Ну давайте посмотрим Что у нас скрывается За цифрой Три Ничего нет Нет Катя Соберись У нас остается Один Два Пять и шесть Думай-думай Я пока расскажу Что же получит Катерина В результате Так что это сейчас Я очень надеюсь Что она угадает Пятнадцатая февраля Девятнадцать Ноль Ноль ЦСКА ВВС Прощальный Концерт Ирины Аллегровой Это уже Следующая пятница Кстати Можно как раз Посмотреть нашу программу Собраться И доехать до ЦСКА С пятнадцатая февраля Катя Прошу Так сказать Прям собраться Максимально Серьезно И может быть Как-то Уже сказать мне Ту самую цифру Ну это если прощальный тур Да Начинаем последние цифры Последние Да Последние у нас Шесть Шесть Слушайте Человек С места в карьер То у нее значит чаша То теперь последняя Все обоснованно Да Логически Там пятнадцатая февраля Един плюс пять равно шесть Шесть Тоже да Можно так подумать Ну что открываем Или еще подумаем Должно быть там Должно быть конечно Вот А с кем пойдешь С кем пойду Сейчас замерла Сейчас Тамарская земля И пол Москвы Прощай С мужем наверное пойдем Ну что Открываем Открываем Цифру шесть Называет Екатерина Участница нашей Сегодняшней программы Которая блестяще Ответила на все Три сложных Как мне казалось Вопроса И за цифрой шесть Скрывались билеты Действительно Да На концерты Ирины Аллегровой Замечательно Ура Теперь пришло так сказать Время приветов Минуту славы Камера напротив Чего хочется сказать Пожелать Я не знаю Может быть Заявить на всю Самару Спасибо вам большое Очень было весело Здорово Желаю всем хорошего настроения Успехов Удачи Живите счастливо Ну и конечно Принимайте участие В игре Я знаю Где мы раздаем Такие замечательные подарки Ирина Аллегрова Уже ждет вас Икатерина Спешит Ну и для вас Друзья Я повторяю Что у нас Ожидается блестящее В следующую пятницу Я надеюсь Неповторимый Романтический Такой вот Ужин С участием В вас Парочки Мы разыскиваем Оставляете свои заявки И какие призы Заготовлены Вы в общем-то Можете сейчас предположить Очень много таких концертов В Самаре проходит И все Они для вас Здесь на телеканале Самаргис Мы приготовили Собирали Сами не пойдем Вы сходите Ну в общем Спасибо, что были с нами Программа Я знаю Каждую пятницу 18-15 В общем Хороших выходных И максимально Позитивных эмоций До встречи Одежда ведущим Предоставлена сетью Магазинов Остин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok